В период нестабильной ситуации на финансовых рынках совершенно не ясно, какими инструментами сейчас безопасно пользоваться. Для тех, у кого нет накоплений, но есть потребность в срочных покупках, существуют потребительские кредиты. Стоит ли брать их сейчас и как быть тем, у кого уже есть кредит или ипотека? Найти другие вопросы ответят наши эксперты. У нас в студии региональная управляющая Единого центра защиты Мария Акимова и юрист Единого центра защиты, член Ассоциации юристов России Самвел Меграбян. Здравствуйте. Добрый день. Давайте прежде всего разъясним нашим телезрителям, какая ситуация наблюдается сейчас на финансовом рынке и безопасно ли сейчас в принципе брать кредит или лучше все-таки повременить с этим? Здесь даже на самом деле без привязки к какой-то ситуации нужно понимать, что кредит это заемные средства. Мы берем на время чужие, отдаем свои навсегда и подумайте, будут ли у вас эти свои деньги потом. Ведь микрофинансовые организации, банки – это не родственники, это не друзья. И даже небольшая отсрочка будет что означать? Что мы будем платить больше, дольше? Да, сегодня на рынке труда весьма такая неоднозначная ситуация. Многие компании уходят, очень много вопросов касательно того, будет ли выплачена заработная плата или что-то в этом роде. И в связи с этим банки, как правило, страхуют себя, каким образом повышают ставки по кредитам и навязывают или предоставляют какие-либо другие услуги. Например, страховка или какие-либо другие опции банковские. В связи с этим стоимость кредита увеличивается. А что же делать заемщику, если у него уже есть действующий кредит? Брать ли еще один, чтобы перекрыть старый? Конечно, можно его взять, но если это очевидно выгодно. Но если разобраться, допустим, у вас есть несколько кредитов, может быть, какие-то кредитные карты, вы берете новый кредит, чтобы погасить старый, и вроде платить в одно место, как всегда все думают. На практике суммы нового кредита не всегда хватает на покрытие всех действующих кредитов, и чтобы человек остался одним каким-то кредитом, как он и хотел. Как правило, что мы имеем? Старый не до конца погашены, новый есть, то есть мы только увеличили себе ежемесячную нагрузку. Плюс старый кредит мы могли выплатить, осталось год или два, новый кредит будет уже точно на более большой срок. И еще на что нужно обращать внимание? Если вы по действующему кредиту выплатили уже больше половины, долго оплачивали, то пропорции, процент и основная сумма долга идет в сторону процентов в первый период. И если вы возьмете новый кредит, то вы будете платить проценты заново. То есть это не всегда выгодно. Это если только вы сможете просчитать весь новый кредитный договор и посмотреть, что вам итоговая сумма будет выгодна. Но такого, к сожалению, не бывает. Если человек не хочет брать кредит в банке, а деньги нужны срочно, могут ли микрофинансовые организации помочь в такой ситуации? Какие могут быть подводные камни? Микрофинансовые организации в данном случае могут помочь. У них, как правило, требования к какой-либо заработной плате, когда банк у нас составляет, какие-то определенные условия. И банк предоставляет на определенных условиях, в основном это заработная плата, чтобы у клиента была хорошая заработная плата. У микрофинансовых организаций таких условий нет, они просто выдают кредиты. Нужно учитывать, что при этом микрофинансовые организации не дают нам большую сумму денежные средства. Они дают, как правило, это может быть связано с 50 тысяч, 100 тысяч максимум. И чтобы заключать договор с микрофинансовыми организациями, вам придется в 5-3 к финансовой организации обратиться. Соответственно, у вас будет очень большое количество заемных денежных средств. Здесь минус в том, что еще эти заемные денежные средства, у каждого договора будет свой график платежей. Это будет очень тяжело, потому что легче платить одному банку и, соответственно, брать кредит в нескольких микрофинансовых организациях, чтобы погасить основной долг, нецелесообразно. Потому что вы, как Мария Владимировна сказала, попадаете в кабальные условия, при которых вы уже платите нескольким организациям. Непонятно, когда это закончится и непонятно, в итоге какую сумму вы отдадите. Допустим, вот человек взял кредит, какое-то время выплачивает его и внезапно обнаруживает, что увеличился процент по кредиту. Что делать в такой ситуации и может ли вообще повыситься процент на уже действующий кредит? На самом деле, если кредитным договором предусматривалось повышение процентной ставки, то банк имеет право это сделать. Здесь несколько вариантов. Если есть деньги, оплачивай, никуда не деться. Второй вариант – это рефинансировать кредит. Ну, как мы ранее говорили, рефинансирование в редких случаях будет выгодно. Если все-таки с этим кредитом не справляетесь, особенно с повышенной процентной ставкой, тут вариант банкротится. А если, например, человек уже взял кредит и понимает, что не может его выплачивать, поможет ли в данной ситуации рефинансирование кредита? И давайте, наверное, все-таки еще раз объясним нашим телезрителям, что из себя представляет эта процедура и какие плюсы в этой процедуре. С теоретической стороны, рефинансирование, если говорить обычным языком, это перерасчет кредита. Процентов по кредиту и основной суммы по кредиту. Ну, тут нужно понимать, что да, сумма платежа ежемесячно сократится. Ну, вот, условно говоря, вы платите 10 тысяч рублей, вы будете платить 7 тысяч рублей. Но период выплаты этого кредита увеличивается. Соответственно, никто вас не освобождает от обязательств. Вы также несете время выплаты кредитных заемных денежных средств. Тут нужно смотреть от суммы кредита, как Мария Владимировна также указала, что если сумма кредита, условно говоря, из 500 тысяч рублей вы заплатили, ну, где-то 1250, и вы не тянете, вы не можете, ежемесячная сумма дохода вашего сократилась, вы можете обратиться с заявлением о рефинансировании вашего кредитного договора. Уменьшается сумма платежа ежемесячно и увеличивается период выплаты. То есть у вас график выплаты, он увеличивается. Ну, знаете как, здесь относимо все, потому что в каких-то случаях рефинансирование помогает, то есть оно увеличивает, да, вы понимаете, что вы будете выплачивать. В каких-то случаях оно, наоборот, становится таким бременем, которое увеличивает срок кредита. Я бы сказала, все равно, если разобраться по примерам из жизни, визуально вам становится спокойнее и легче. И вроде, на первый взгляд, легче живется, но если посчитать, то в любом случае, ну, не бывает, да, какая-то сумма на 5 лет, в итоге меньше, чем, там, сумма на 3 года. То есть вы за 5 лет все равно выплатите больше. Это нужно понимать, что это ваши те же кровные деньги, но только вот потихоньку вы будете их выплачивать. Все равно, по факту, это все выгодно не получается. Это только иллюзия. Иллюзия временной стабилизации ситуации. Сейчас активно говорят про так называемые кредитные каникулы, ну, тема известная со времен пандемии. Что же это такое и кто может этим воспользоваться? При каких условиях можно рассчитывать на кредитные каникулы? Кредитными каникулами могут воспользоваться заемщики денежных средств. Кредитные каникулы, если говорить обычным, обывательским языком, это период времени, на который дается возможность не платить по кредиту. То есть плюс сразу укажем. На плюсы это то, что вы весьма законно не платите сумму кредита на период определенного периода времени, там, на полгода, на три месяца, в то же время сумма кредита у вас сохраняется, и период уплата этого кредита также увеличивается. Это опять все на бумаге. На бумаге, да, все красиво, здорово, и очень многие идут за кредитными каникулами. Они на самом деле помогают, если проблемы временные. Но с чем мы сталкиваемся на практике? Во-первых, снижение дохода. Оно должно быть официальное. У нас, что греха таить, да, у многих зарплаты половину неофициальные. Есть какой-то официальный минимум, который у нас под справки 2НДФЛ сохраняется, и он такой и будет. Меняется только премиальная часть. Для человека это снижение дохода. Он считает, что он может получить ее кредитные каникулы, но в справке 2НДФЛ этого видно не будет. Соответственно, нет официального подтверждения. Это первое. Второе. Это потеря дохода со всем. Закрылась компания, может быть, из-за пандемии. Не по вине работодателя. На самом деле так случилось. Но, как правило, все увольняются по собственному желанию. Мало какие организации проводят ликвидацию сокращением штата. То есть официальным сокращением, записью в трудовой книжке. Как правило, это по соглашению сторон. Либо это увольнение по собственному. То же самое. Это не является у нас основанием для кредитных каникул. Ведь ты сам решил потерять свой доход, источник своего дохода. Если у вас уже были отсрочки, либо кредитные каникулы. Ведь у нас сейчас, можно сказать, такая вторая волна в стране. Здесь нужно смотреть, подходим ли мы под эти критерии. А если все-таки подходим, и нам банк отказывает здесь, нужно будет жаловаться в Центральный банк и прокуратуру. Либо решать другими способами, не дожидаясь просрочек и судов, естественно. Давайте затронем тему банкротства физических лиц. Как можно к нему прибегнуть? И в чем преимущество этой процедуры? Банкротство физических лиц – это предусмотрено федеральным законодательством. Федеральный закон о несостоятельности банкротства. Он дает возможность гражданам законным способом списать долги. Эти долги могут быть как ипотечные, так и по потребительским кредитам и задолженности по коммунальным услугам. Если вы в какой-то период времени поняли, что вы не можете выплачивать заемные денежные средства, и вы понимаете, что это бременно вас давит, ухудшилось финансовое положение, и сумма ваших обязательств варьируется от 50 до 500 тысяч рублей, то, конечно, вам лучше обратиться с заявлением о признании вас банкротом. Данная процедура происходит и подача заявления через арбитражный суд региона. Туда, как правило, на сегодняшний день подается заявление от самого банкротивающегося лица. Он подает от своего имени и просит признать его банкротом. В то же время от законодателя очень много требований есть к данному заявлению, потому что здесь ситуация, вам нужно будет подтвердить ваше плохое финансовое положение, приложить определенное количество документов. Опять же, для того, чтобы обратиться с такими заявлениями, все-таки нужно проконсультироваться у специалистов, у юристов, и понять, подходите ли вы под эту процедуру, и поможет ли вам эта процедура или нет. В среднем, как долго длится сама процедура банкротства, и кто поможет списать долги? Процедура банкротства начинается с самой подачи заявления, и периоды рассмотрения заявления о признании гражданина банкротом занимает в среднем год. Может быть больше, а может быть меньше. Здесь ситуация в чем? Почему я говорю о специалистах? Почему я говорю обратиться к юристам? Потому что здесь подача заявления и приложенные документы, и обоснования очень важны для суда. То есть человек так же может сам от себя подать, но результат может быть неутешительным. Если о сроках сказать, да, на самом деле процедура, она длится от 4 и где-то до 12 месяцев. Но здесь нужно понимать, что когда процедура вся запущена, то все процессуальные действия по его просроченным задолженностям прекращаются. Как только начались процессуальные действия в арбитражном суде, когда уже пошло разбирательство по существу, прекращаются действия коллекторов, звонки с банков, никаких списаний, если таковые были, от судебных приставов исполнителей тоже не будет. И человек просто уже сидит и ждет своей заветной бумаги, где написано, что он полностью освобожден от всех долгов. Поэтому не нужно считать, что срок 12 месяцев, он какой-то большой. А что же я буду делать эти 12 месяцев, как я буду жить? На самом деле спокойно будет человек жить. Самое главное начать. Это только процессуальные действия, потому что не так просто могут людям взять и все долги их списать. Конечно же, здесь суд очень тщательно по проверке подходит, поэтому и срок. Но облегчение-то оно сразу приходит у человека. Повлияет ли банкротство на дальнейшее трудоустройство? Могут ли быть с этим трудности? Трудностей, я думаю, что никаких не будет, потому что, кроме одного, сейчас я скажу, в законодательстве, ну, человек, если признан банкротом, то есть это зависимость уже от работодателя. Хочет он видеть лица, который является банкротом, либо нет. Таких жестких требований нет и ограничений также нет. Но здесь законодатель, он устанавливает ряд, ну, даже не ряд, а одно ограничение. То есть человек, который прошел процедуру банкротства, не может быть директором финансовой организации, ООО, либо ЗАО или какой-нибудь другой организации на протяжении пяти лет. Также не может быть учредителем. Остальных ограничений абсолютно нет. Я даже больше вам скажу, если ко мне придут два сотрудника, у одного будет пройдена процедура банкротства, а другой будет просто весь в долгах, как в шелках, с исполнительными производствами, то я как раз таки характеризую банкрота, как добросовестного гражданина, который решает свои проблемы. А человек, который плюнул на все и не хочет их решать, ну, наверное, все-таки это характеризует, как не совсем ответственного человека. Поэтому я более того скажу, тот, кто банкротится, он для своего работодателя, он более грамотный человек. Для нашей страны это все-таки молодая процедура, довольно-таки к ней жители прибегают последние буквально, наверное, несколько лет. Как обстоят дела с заграницей, с банкротством? С рубежом, если говорить о европейских странах, то эта процедура у них намного легче, но она намного летальнее. Если мы будем брать Соединенные Штаты Америки, вы, наверное, видели в фильмах, когда человек приезжает к себе домой, и он признан банкротом, такая табличка, ну, то есть он потерял дом. И в Америке даже конфискуют единственное жилье. У нас такого нет. Мы, процедура банкротства, законодатель дает возможность гражданам пройти весьма легально и весьма быстро, и остаться с единственным жильем. Оно не реализуется в период банкротства. А как быть в ситуации, когда квартира находится в ипотеке? Можно ли ее сохранить? Здесь мы все понимаем, что ипотека и любой другой договор залога, это все-таки не ваше. Это не ваше до тех пор, пока что вы не выплатите эти денежные средства. Все-таки практика есть, когда ипотечное жилье остается у банкрота. Это может быть по каким случаям, например, когда кредитор залоговый, кому принадлежит это имущество, он попросту не заявился в процедуру, и такое на самом деле было. То есть он просто не заявил свои требования, что эта квартира у него в залоге, и квартира как единственное жилье спокойно осталась у гражданина, который проходит процедуру. Такое тоже было, но все-таки нужно смотреть индивидуально, все случаи рассматривать. Ну и, наверное, подведем итог. Какой совет вы могли бы дать нашим телезрителям, как не попасть в долговую яму? Чтобы не попасть в долговую яму какую-либо другую финансовую голову, здесь нужно брать внимание, что для подбора кредита нужно весьма грамотно подходить, рассчитывать, просто садиться, брать калькулятор и рассчитывать, сколько я буду платить в месяц, сколько я буду платить процентов, и какая у меня заработная плата. Не нужно брать кредиты, перекрывая другой кредит. Ну да, если вы взяли какой-либо кредит, и у вас есть старый кредит, вы понимаете, вы возьмете новый, и там условия получше будут низкая процентная ставка или что-то в этом роде, тогда да, можно будет как-то перебить. Если все-таки вы попали в ситуацию, когда не можете платить кредит, не отягощайте ни себе жизнь, ни окружающим, лучше обратиться за юридической помощью, и тогда вам юристы ставят грамотное заявление и освободят от долгов. Оцениваете свои возможности, самое главное, рассматриваете, насколько необходим вам какой-то кредит. Если вы просто хотите отдать дань моде, либо вещь вам не совсем очень необходима, то брать на это кредит, скорее всего, лучше не стоит. Если вы уверены в своих силах, финансовых возможностях, то, конечно, да. Не надо брать кредиты для третьих лиц, потому что дружба дружбой, а кредит останется у вас. И если оценивать реально свои возможности, то и кредитные продукты тоже можно иметь, но только все, конечно, с головой. Мария Самвел, спасибо, что пришли к нам в студию и так подробно ответили на вопросы. А нашим телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях были региональные управляющие Единого центра защиты Мария Акимова и юрист Единого центра защиты, член Ассоциации юристов России Самвел Меграбян. Это была программа «Гость студии». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова